Всем привет и добро пожаловать на мои парфюмерные посиделки. Сегодня будем обсуждать новинки, некоторые очень даже горячие, и пробнички, которые у меня есть на тестирование, которые я пробовала последние дни, и ещё свежие воспоминания, поэтому села и давай записывать, делиться с вами. И первый, это, наверное, такой самый-самый новый, один из последних новых. У меня не на всё есть возможность где-то заказывать, что пойдётся в каких-то заказах, вот как пробничек, там и радуюсь. Мой любимый Narcissa Rodriguez называется Mask Nude, то есть тот же мускус, та же цветочность, за что любят вот этот аромат, Pure Mask и так далее, вот эти маски всякие разные. Очень красивый, лаконичный флакон, я люблю такое, нежно всё. Мои первые впечатления, я несла чуть-чуть на руку, остатки здесь подсохли, и, в принципе, так он и звучит, этот аромат уже, когда он уселся, на отходе шлейф его. Это Pure Mask, который беленький, но менее цветочный, больше такой какой-то, вот действительно как нюдовый, больше такой сглаженный, покладистый, приятный, потому что Pure Mask я люблю, но он иногда, вот этот мускус, мне кажется, немножко даже рисковатым. Он такой, знаете, напористый, что ли, кто вот не очень любит такие рисковатые, насыщенные ароматы мускусные, то нет для вас. А это всё-таки ещё мускус, да, но он здесь какой-то мягкий, пахнет мне каким-то ресторантом чуть-чуть. Интересный. У него какая-то такая есть нотка интересная, отличает его чуть-чуть от всех других, да, но он всё-таки похож. Похож, не знаю, есть ли смысл покупать его, но мне он точно не нужен, и вот это его какая-то выдающаяся нотка, мне не совсем приятно. Что-то здесь есть, что у меня не очень вот гармонирует со мной, я бы так сказала. Как описывается этот аромат, белые цветы мускусные, пудровые, да, очень пудровые, сладковатые, слегка розовые, ну не знаю, древесные, слышу, действительно, животные, ну вот мускус ванильный и почуливые. А, возможно, эти почули меня немножко так настораживают. Что у нас здесь вверху? Белые цветы, жасмин, розовый перец. А, кстати, есть такая лёгкая перчинка, что-то в нём такое есть дразнящее, вот. Для меня розовый перец так звучит. Мускус, понятное дело, дамасская роза, цветок апельсина. В базе бобы тонка почули кедр. База здесь довольно-таки увесистая. Чувствуется вот эта база. Не лёгкий, прозрачный, абсолютно нет. Это такое, знаете, несмотря на то, что вот нюдовый формат, такой вот стиль. Да, он пудровый, но он такая пудра, такая какая-то, знаете, она немножко даже давит, я бы сказала. Вот странный аромат. Мне он, честно, и понравился, с одной стороны, я его поняла, но не стал моим любимым. У меня есть более любимые ароматы. Ещё одна новинка. Вот это на весну, знаете, выпускает что-то такое нежное, лёгкое, цветочное. Это у нас Мауэй, мой любимый, но именно нектар. Я очень обрадовалась, когда получила этот пробничек, потому что я обожаю Мауэй. Оригинальный именно, мой самый-самый любимый. У них очень много разных вот этих фланкеров. По насыщенней, потяжелее и так далее. Но вот первый мой самый-самый любимый. Что у нас с этим? Понятное дело, что какая-то нотка, звучание, ДНК, что-то есть от оригинала. Понятное дело. Но это звучит так же сладко. Я чувствую в Мауэй оригинале земельнику. Кто что, а я чувствую земельнику, и всё, я обожаю этот аромат. Он сладкий, нежный. А здесь та же сладость, но чуть больше цветов. Я бы вот так описала. Очень мягкий, очень вкусный, приятный. Вот если здесь мускус, резкость, пудровость, здесь чуть ли не конфетка какая-то, чуть-чуть. Совсем-совсем слегка. Он не съедобный. Это не гурма никакая, ничего. Но это весенний чудесный аромат, но такой сладковатый. Немножко что-то вот такое, не сахар, нет, но вот что-то сладенькое-сладенькое есть. Вот как нектар. Нектар же, он тоже в цветке. Вот если вы понюхаете такой сладко пахнущий цветок, то вот что-то нектар. Для меня ассоциируется нектар со сладостью. Вот так и звучит этот аромат. Описание. Белые цветы. Цитрусовый, акватический. Он вначале довольно-таки прозрачный, лёгкий. Потом уже вот эта сладость появляется. Сладкий. Озоновый, тубероза, фруктовый, зелёный, древесный. Не знаю, я здесь никакой древесности не слышу. И пудровости. Ну, может быть, цветочная, совсем-совсем лёгкая. Она здесь абсолютно другая, чем у нарцисса Радригес. Здесь у нас груша. Цветок апельсина, бергамот. Всё это обожаю. Лист фиалки. Тубероза, понятное дело, жасмин. И в базе у нас белый мускус, кедр, бурбонская ваниль. Мне понравился этот аромат, но он мне что-то напоминает. То ли эскада что-то. Что-то есть у меня похожее. Поэтому я этот аромат покупать не буду. Ассоциация не приходит в голову. Давайте глянем, на что похож на фрагрантики. Помнила. Немножко звучит. Мне он... Вот думаешь, тоже что-то такое есть. Вот мельками, мельками. Не полностью. Это Марк Джейкобс. Такие цветки. Вот. На флаконе, на крышечке. Вот лёгкая такая есть похожесть. Но здесь меньше свежести. Там чуть больше свежести, цветочной такой свежести. А здесь более сладкая версия вот того. Вот. Вот. Я нашла описание. Сегодня потестировала. И я не очень поняла этот аромат. Я поняла его, но я не оценила. Flower by Kenzo. Именно L'Absolu. Я смотрела на фрагрантики. Это, по-моему, 2022 года. То есть не самый новый, но и не самый старый. Я нанесла сегодня на руку и долго нюхала. Он вначале очень тихо звучал. Я удивилась. Окей. Ну ладно. Kenzo, Flower, цветочек. Может такой он и звучит. Может это и характерность этого аромата. Что он не резкий, не громкий. Звучание у него такое спокойное. Это, знаете, цветок, но он такой уже запылившийся, перецвёл, такой, знаете, позднего лета, такая уже ранняя осень. И здесь есть шафран. И он даёт такой немножко интересной нотки этому аромату. Он звучит чуть ли не как кожаный. Вот немножко лёгкая, лёгкая совсем кожаность есть. Он еле заметный. Это не кричащий, не дающий о себе знать такой, знаете, напористый аромат. Это очень лёгкий. Он и есть, но его и нету. Знаете, в какой-то момент, когда уже прошло несколько часов, я слышу какую-то сладость. Откуда эта сладость? Где-то вот, ну, поднимается. А это, оказывается, наверное, вот этот аромат был у меня на руке. И очень приятная нежная сладость. Глядя на флакон, на название Flower, честно, я вообще другого ожидала. Я думала, это будет какой-то интересный цветок, какой-то явный цветок. Здесь я слышу, не знаю, вани какую-то, специи, может быть. Но это всё очень-очень-очень легко. Это что-то похоже на что-то у меня есть. Вот либо арабский какой-то аромат, но в другой концентрации. Там он такой более явный. Характеризуется аромат, так как, в принципе, я его и слышу. Ванильный, розовый, тёплый, пряный. Вот, видите. Мускусный, белые цветы, пудровый, металлический. Нет, я не слышу никакой металличности. Сладкий, кожаный слегка, цитрусовый. Странная такая смесь, честно, для флакона, для названия этого аромата. Ну, как есть, так и есть. Здесь у нас очень простенькая пирамида. В верхних нотах только шафран. Потом в серединке дамасская роза, цветок апельсина. И в базе ваниль и белый мускус. Ничего интересного, ничего сложного. Простенький, понятный аромат. Мне он слишком какой-то такой... И лично не хватает здесь цветочности. Вот, что я хочу сказать. Мне он звучит просто понятно, мягко, прямо. Следующий аромат — это Jean-Claude Gaultier. Я подходила к стену. Мне нравится вот эта упаковка, значит, там женское тело вот это. Мне нравится такое. Но пробовала я, пробовала что-то... Не знаю, ну, не знаю. Ничего мне не привлекло. Слишком сладко как-то. Это просто La Belle. С ними розочками здесь, как колье. Очень оригинальный флакон, как мне кажется. Возможно, кому-то это too much. Ой, аромат штыняет аж прям отсюда. Я пшикнула сегодня на бумажку вот эту, потому что я носила один раз этот аромат, и мне хватило. Очень девчачья, очень сладко, но не в моём вкусе. Поэтому я, если вы любите этот аромат, не берите это как-то близко к сердцу, это дёшево немножко и даже вульгарно. Может, кто-то хочет так звучать. Может, кому-то нравится такое громкое, такое секси-звучание. Мне тоже нравится, но не все. Не все ароматы. У каждого, знаете, понятия привлекательности, притягательности разная. Постаромодно как-то так звучит. Парфюмерно прямо так тяжело. Вот я не знаю. Вот знаете, когда кто-то говорит о тяжёлых ароматах, вот это, наверное, моё понятие. Я тоже не любила, не полюбила аромат, который мне вульгарным, слишком тяжёлым показался. Тоже жан-пулку. Скандал. Слишком сладко-попослепательно, прям до тошноты. Я люблю сладкие ароматы, но не too much. Там должна быть какая-то мера или что-то, что не подходит мне. Сладко. Просто очень-очень-очень сладко. Какие-то розные нелька есть. И что-то классное есть в нём, да, но я не хочу так звучать ни в коем случае. Нет-нет-нет. О! Сейчас вам расскажу, на что он похож. Я нюхаю и думаю, что-то похожее, что-то где-то я слышала. Это La Via Belle. Но ещё слаще. Вот La Via Belle более такой ванильный, засахарённый почти что, да, такой прям как... Ну не мёд, но очень-очень сладкий он для меня. Это тоже как будто какой-то флангер. Но этот чуть разбавленный каким-то цветком или фруктом, но очень-очень похож. Вот если вам нравится La Via Belle, то это в том направлении. Как он описывается? Ванильный, фруктовый, сладкий и пудровый. А акватично-фужерный? Ну не знаю. Может где-то в начале он чуть-чуть так слегка, но не в моём вкусе. Это точно. Древесный, амбровый, свежий, землистый. Господи, нам намешали здесь не смешаемого. В начале груша, бергамот. Цветочные ноты, кожа. И в базе у нас ваниль, ветивер. Амбра, мускус. Сладко, женственно. Не спорю. Очень женственно. Очень сладко. Секси, шмекси. Вот это всё. Но это вот не моё ни в коем случае. Не знаю почему. У меня всё время ввертится в голове картинка. Кристина Агилера. Кто там ещё? Вот этот Lady Marmalade. Знаете, вот эта песня? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они такие все прям нафуфыренные. Вот это всё бельё. Вот это все дела. Вот так звучит мне этот аромат. Правда, я не знаю почему. Какая-то у меня такая ассоциация. Ещё расскажу об одном аромате. Сегодня именно пшикалась, потому что мне он нравится. Но тут какие-то ноты повылазили. Что-то как-то странно он звучит. Я когда нанесла его сюда на вот эту картинку. Ой, кстати, выглядит так аромат. Называется Valentina Donna Born in Roma Intense. У меня, кстати, есть другая версия, а это Intense. Когда я его нанесла сюда, то мне прям очень понравился. Это Maui. Может, это какой-то фланкер. Но помощнее. Вот. Сладость, вкуснотища, вкуснотень. Но как-то мощнее, тяжелее. Вот как-то так я его слышу. Но не слишком тяжело. Не слишком сладко. Нету никаких пачули, ещё чего-то. Как же он классно звучит вот здесь. Возможно, от меня он так же звучит. Но когда я его только вот... Я сегодня помылась. Я очень люблю после душа... Знаете, что делать? Ароматы, которые я обожаю, которые просто меня... Загревают отсюда мою душу. Я пшикаю вот так сюда. Чуть-чуть-чуть на себя. И потом вещи пахнут. Я пахну. Я обожаю. И на ручку чуть-чуть тоже можно. Вот отсюда и от себя я начала слышать что-то странное. Какой-то цветок. Какой-то цветок, который мне не очень нравится. Но на вот этой карточке он звучит просто неимоверно шикарно. Описывается как амбровый, ванильный, белые цветы, пудровый, тёплый, пряный. Есть немножко. И бальзамичность. Возможно, вот эта бальзамичность мне каким-то цветком... Я перепутала его с каким-то цветком. Здесь у нас немножко разочаровывает пирамида. Потому что он звучит лично мне вкуснее, интереснее, чем я сейчас вижу. Здесь у нас вверху, прям уже вверху, в начале, в самом таком начале ванилька. Очень слышно ванилька. Амбра. Потом в середине жасмин, который я обожаю. Здесь его не слишком много. Он как раз таки то, что надо. И в базе у нас бензоин. Честно, я не знаю, как пахнет бензоин, как ароматы звучат. Вижу иногда то в том, то в том аромате, который у меня есть. Вот этот бензоин. А что он из себя представляет, я как-то, если честно, не знаю. Как же вкусно. Я не знаю, я могу, я хочу его съесть. Это женственно, но это такая, знаете, девчонка молодая, лет 30. Мне кажется, вот 20-летним будет немножко тумач, хотя, хотя не знаю. Или, знаете, тоже такой девчачий аромат, но на вечер, когда уже свидание, вот хочется пахнуть потяжелее, послаще, попривлекательнее. Мне кажется, на день можно, в принципе, тоже, но, скорее всего, для молоденьких на день будет тяжеловато, на вечер. А для постарше, кто уже, знаете, не боится никого задушить своим ароматом или слишком тяжеловато пахнуть, я себе тоже сейчас позволяю побольше, чем раньше, если честно. Мне нравится этот аромат. Но вот его звучание на себе, на мне, меня немножко так обескураживает, что не знаю, буду ли я брать этот аромат, покупать или нет. Нужен мне он или нет, вот я не знаю. Возможно, на следующую зиму посмотрим. Даже если мне хочется, уже сколько раз в последнее время я себя останавливала, даже если я пробовала какие-то пробнички, какие-то ароматы, еще вот какие-то клеванты. Хочется, нравится, но я себя сдерживаю. Хочу немножко закончить, что у меня есть, немножко уменьшить вот это количество... Зачем столько человеку ароматов, я не знаю, я не успеваю все это использовать. Поэтому, да, мне нравится, но, скорее всего, я себя буду сдерживать. Вот такие вот отзывы. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Заглядывайте на новые любимые видео о макияже, уходе или парфюмерии. Увидимся скоро. Пока-пока.